Незваная гостья. Сыщики по горячим следам задержали подозреваемую в разбое. Ей оказалось ранее судимое за убийство. 49-летняя могилевчанка. Кошелек или жизнь? Деньги на болоте в Могилевской области проводили фиктивную мелиорацию. Причинен вред на общую сумму свыше 430 тысяч рублей. Какова расплата? Не проскочил на перекрестке социалистической Гоголя. Водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии. Страх расплаты или состояние эффекта? Суд вынес приговор по уголовному делу экстремистской направленности в списке экс-сторонников перемен трое. Еще вчера они отстаивали идею госпереворота, сегодня пошли на попятную. Однако законы никто не отменял. Засадеянное рано или поздно придется ответить. Только представьте, что было бы с Беларусью, если бы оппозиция тогда добилась своего, а не стерли бы ее с лица земли. Фураторы экстремистских каналов координировали противоправные действия, выводили подписчиков на улицы, призывали выкладывать в открытый доступ данные силовиков, госслужащих, журналистов. Те, кто шатали страну, сбежали и сразу же забыли о своих заявлениях. Люди, которые им поверили, теперь несут наказание. Я, Леонид Александр Николаевич, в социальной институтной классике распространял материалы, запрещенных ресурсу, как ха*** и ради ха***. Садеянного лаком раскаивать, не призывая иных лиц не заниматься протестными действиями. Еще в августе 2020-го Андрей Синица, Галина Смирнова и Александр Леоненко с пеной у рта отстаивали идею госпереворота. Попались на уловку Запада и отправились в столицу строить новое, в кавычках, прекрасное будущее. Но с течением времени пелена с глаз начала спадать. Они пошли на попятную, открестились от экстремистских структур и дали признательные показания. Однако законы никто не отменял. Леоненко и Смирновой назначены два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Синица назначена наказание в виде трех лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Синице было предъявлено по части 1 статьи 342 два эпизода участия в несанкционированных мероприятиях на территории города Минска как 30 августа, так и 6 сентября 2020 года. Практически из материалов дела видно, что предприятие Минск-Транс понесло определенный ущерб, поскольку не могли с учетом проведения данных мероприятий массовых, не санкционированных, с участием в том числе обвиняемых, осуществлять перевозку пассажиров. Приговор не вступил в законную силу. В апелляционные сроки может быть обжалован обвиняемыми, их защитниками, а также принесен протест прокуратурой города в случае несогласия недопущенных нарушений. За экстремизм в Беларуси предусмотрено наказание. К нему относятся организации беспорядков, призывы к проведению несанкционированных массовых мероприятий, блокирование дорог. Введена уголовная ответственность за участие в экстремистском формировании и содействии такой деятельности. Работа правоохранителей по выявлению предателей в нашем обществе продолжается. Все виновные будут найдены и привлечены к ответственности. И это, пожалуй, тот самый случай, когда одним неверным поступком можно перечеркнуть всю собственную жизнь. Нина Туну рвалась. В Могилеве по горячим следам задержана подозреваемая в разбое. Милицию обратилась 91-летняя женщина. К ней пришла незнакомка. Представилась сотрудница электросетей. Попросила зайти в дом для диагностики счетчиков. После того, как пенсионерка впустила ее, гостья под угрозой ножа и физического насилия стала требовать деньги. Получив отказ, убежала. Сыщики по горячим следам установили личность и задержали женщину. Ей оказалась ранее судимая за убийство 49-летняя могилевчанка. Возбуждено уголовное дело. В обход закона в Могилевской области проводили фиктивную милиорацию. В 2022 региону передано более 6,5 миллионов рублей, которые перечислялись управляющей компанией одного из холдингов для выполнения работ в районах. На конец года руководство подразделения отчиталось об их успешной реализации. Однако выяснилось, часть из филиалов к проведению даже не приступала. Правоохранителями установлено фиктивное освоение выделенных государством денег, в результате которого причинен вред на общую сумму свыше 430 тысяч рублей. В отношении руководителей региональных подразделений организации возбуждено 8 уголовных дел. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества. На перекрестке Социалистической и Гоголя автомобилист наехал на пешехода. 43-летний водитель ГАЗ проигнорировал знак уступить дорогу и столкнулся с Фиатом, который двигался по главной. В результате легковушка сбила женщину, которая в этот момент с велосипедом переходила проезжую часть. Виновник аварий скрылся, но был задержан сотрудниками ГАИ. Мужчина пояснил, он испугался. Пострадавшие оказали медпомощь и отпустили домой. Нарушитель заработал дополнительный протокол за скрытие с места ДТП. Риск не проснуться глубокой ночью на окраине города не спалось всем. Жители частного сектора в районе автобусного парка в минувший четверг на уши поднял треск шифера и страшный запах паленой пластмассы. По проезду Баумана горел дом. Спасателям удалось справиться огнем. Восстановлению не подлежут крыши и предметы интерьера. Хозяин с сожогами в больнице. Одна из версий ЧП – неосторожное обращение с огнем при курении. Если вы стали очевидцем чрезвычайной ситуации пожара, незамедлительно наберите по телефону 101 или 112. Обязательно объясните диспетчеру, что происходит на ваших глазах и желательно сориентируйте спасателей. То есть назовите точный адрес и помните, пока вы общаетесь с диспетчером, помощь уже в пути. В эту же ночь вспыхнул дом в деревне Сычково. Клубы дыма заволокли окрестности, огонь мог перекинуться на соседние строения. Вовремя подоспевшие сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, никто не пострадал. Уничтожена часть крыши, повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина выясняется. Тепло по максимуму. В Бобруйске горел сарай. На улице Березовской полыхнула одноэтажная постройка. Клубы дыма заволокли окрестности. Спасатели не допустили распространения пламени на соседние дома. К счастью, пострадавших нет. Лишь частично уничтожена крыша, буглен и стропила. Причина выясняется. Еще один пожар произошел на Свердлово. В воскресном полднем во дворе частного дома загорелся туалет. До прибытия подразделения МЧС хозяева сами справились с пламенем. Одна из версий произошедшего – неосторожное обращение с огнем при курении. Это была Сирена. Ну а больше новостей ищите на нашем канале в Ютьюбе и соцсетях. Я Кристина Ариянс. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok